Жители Мадрида выражают недовольство в связи с тем, что испанский парламент не утвердил в должности премьер-министра. Конгресс депутатов во второй раз отклонил кандидатуру нынешнего премьера социалиста Педро Санчеса. «Ужасно, поскольку они потратили время зря. После выборов у них было много времени, но они сидели, сложа руки до последней недели. Теперь они уходят на каникулы, будут наслаждаться, тратить свои зарплаты. Именно этим они и занимаются. Им платят за то, что они ничего не делают. А многие испанцы по-прежнему безработные». 28 апреля в стране прошли выборы. Социалисты победили, однако не смогли получить абсолютного большинства. Они хотели создать коалицию с крайне левым движением по Демос, но этого сделать также не удалось. «Думаю, испанцы оставили в избирательных бюллетенях послание. Они хотели, чтобы политики договорились. Однако политики не смогли этого сделать. Думаю, лидеры политических партий, которые не смогли договориться, должны уйти и дать дорогу более хорошим менеджерам, которые знают, как договариваться». Теперь у социалистической партии есть два месяца, чтобы создать коалицию и утвердить нового кандидата на пост премьера. Если этого сделать не удастся, то король может распустить парламент и назначить на ноябрь внеочередные выборы, четвёртые за последние четыре года. Педро Санчес занял пост премьер-министра 2 июня прошлого года после того, как парламент вынес вотум недоверие предыдущему правительству Мариану Рахоя. У берегов Ливии произошло кораблекрушение, которое может стать самым смертоносным в Средиземном море в этом году. Затонула большая деревянная лодка с мигрантами. На борту было до 300 человек. Об этом сообщают в УВКБ ООН. «Людей начали спасать с самого начала. Некоторых спасли местные рыбаки. Потом к ним присоединилась ливийская береговая охрана. Вместе они смогли спасти около 150 человек. Но остальные 150, насколько мы понимаем, трагически погибли в море». Трагедия произошла у берегов города Хомс, откуда судно отправилось в плавание. Большинство мигрантов были из Эритреи и других стран Африки. Выживших доставили обратно в Хомс. Некоторые обвиняют международные организации в бездействии. «Я потеряла семилетнего ребёнка, потому что Международная организация по миграции нам не помогает. Они меня выгнали, но другой женщине, которая пришла к ним, они дали денег. А мне и моим детям сказали разбираться самим. Почему? Я уже ничего не хочу. Хочу только вернуться в Судан и умереть там». Вместе с этим кораблекрушением число мигрантов, погибших в этом году в Средиземном море, превысило 600. И 2019-й может стать шестым годом подряд, когда погибших будет более тысячи. Компания Boeing объявила о самых больших квартальных убытках. Они составили около 3 миллиардов долларов. Это стало результатом временного запрета на полёты самого хорошо продаваемого самолёта Boeing 737 Max. Крупнейший в мире авиастроитель также объявил о задержке выхода широкофюзеляжных самолётов 777X. Проблемы с двигателями General Electric отодвинули первый запланированный полёт на 2020 год. Плюс возможны новые задержки. Исполнительный директор Boeing Деннис Мюлленбург сказал на пресс-конференции, что компания обдумывает дальнейшее сокращение производства 737-х лайнеров, поскольку кризис вокруг самолётов Max не утихает. Инвесторы пока проигнорировали рекордные убытки, однако из-за комментариев Мюлленбурга о сокращении производства стоимость акций компании упала на 2,6%. Boeing пока не поставил заказчикам ни одного 737 Max с тех пор, как по всему миру запретили полёты узкофюзеляжного самолёта. Запреты сдали после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии, которые произошли с перерывом в пять месяцев и привели к гибели 346 человек. Общие потери Boeing в связи с кризисом уже превысили 8 миллиардов долларов. На прошлой неделе компания выделила 4 миллиарда 900 миллионов на компенсации в связи с задержкой поставок. В аэропорту Амстердама продолжаются задержки рейсов из-за проблем с доставкой топлива для самолётов. В среду здесь отменили около 300 рейсов туда и обратно. Примерно 1300 пассажиров были вынуждены ночевать в терминалах. А кому-то даже удалось поспать прямо внутри самолёта. «У меня рейс был в 3.30 ночи. Я заснул в самолёте. И когда проснулся в 8.30 утра, то думал, что я уже в Гане. Но оказалось, что я всё ещё в Схипхоле». Подрядчик, который отвечал за доставку топлива, столкнулся с техническими проблемами. Их уже решили, однако задержки продолжаются. Аэропорт не может вернуться к нормальному графику. «Мы планировали поехать в выходные в Лиссабон, но пока едем домой. Большинство рейсов раскупили. Надеюсь, что завтра сможем забронировать в Лиссабон другой рейс. Мы забронировали проживание и экскурсию на завтра на 10 утра и уже на неё не успеваем». Схипхол – третий по размерам аэропорт Европы. Кроме того, это время года напряжённое по пассажиропотоку, поскольку многие отправляются на отдых. Так, за день через воздушную гавань в среднем проходит более 220 тысяч пассажиров. Парижане и гости французской столицы спасаются от палящего зноя у городских фонтанов. Жара в Париже установила абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. По данным метеослужбе температура поднялась до 42,6 градуса по Цельсию, а уличный термометр показал 43 градуса. «Такое здесь впервые. Я живу во Франции шести лет, выросла здесь, но впервые такое и вижу». Многие в такую жару стараются не выходить на улицу, но всё же хватает и желающих позагорать у фонтанов и на пляже возле Сены. «Для нас не проблема, что здесь очень жарко. Мы приехали из Германии, и там немножко прохладнее – 25 градусов. Так что мы наслаждаемся этой жарой». Предыдущий температурный рекорд в 40,4 градуса Цельсия был зарегистрирован в Париже в июле 1947 года. Эта тепловая волна во Франции вторая за лето. Сейчас в 20 департаментах из-за жары объявлен красный уровень опасности. Ещё в 60 департаментах введён жёлтый. Жара также бьёт рекорды в Нидерландах и Великобритании. Неспешная прогулка на пароме вместо давки и суеты в метро. В Токио тестируют новый вид городского транспорта. Его предназначение – помочь гостям предстоящей Олимпиады избежать проблем во время поездок. «В Токио утром и вечером в часы пик поезда и автобусы переполнены. Поэтому появился такой проект. У нас есть реальная проблема. Одна из главных целей этого испытания – посмотреть, насколько мы сможем разгрузить другой транспорт». Пока паром ходит только по одному маршруту. По утрам курсируют каждые 15 минут. Судно вмещает 40 пассажиров. «Если паромы решат проблему переполненных поездов, значит, это хорошая идея. Но расположение некоторых паромных станций меня беспокоит. Сервис может оказаться не таким уж и хорошим. Я хочу пользоваться паромом, но не уверена, что мне это подойдёт». До 2 августа поездки на пароме будут бесплатными. Но пассажирам нужно заранее резервировать места. Добираться до места назначения по воде немного дольше, чем на метро. Но токийские власти надеются, что людей будет привлекать само путешествие, во время которого можно полюбоваться пейзажами. «Сейчас это просто тестирование. А вопрос о том, захотим ли мы в долгосрочной перспективе использовать паромы, пока рассматривается». Городские власти ждут отзывов от пассажиров. Если они будут положительными, то в Токио, возможно, появятся и другие речные маршруты. Олимпиада 2020 будет проходить в Токио с 24 июля по 9 августа. Как называются эти животные, знает каждый ребёнок. Гиены стали узнаваемыми благодаря мультфильму и фильму «Король лев». Хотя аниматоры сделали их отрицательными героями, вживую эти звери достаточно милые. Особенно, когда маленькие. Увидеть детёнышей гиены сейчас как раз можно в зоопарке мексиканского города Чапультапек. Самочек зовут Макена и Аменди. Они родились 10 апреля и уже стали любимицами публики. «Детёныши до сих пор пьют материнское молоко, но мать даёт им и другую еду. Красное мясо маленьких кроликов, цыплят. И они это едят. Вместе с мамой они потребляют около 8 килограммов пищи. Так что они сыты и хорошо растут. Они также едят кости, что даёт им кальций. Это очень важно, поскольку гиены растут очень быстро». В дикой природе гиены живут до 25 лет. Они неотъемлемые участники экосистемы Африки к югу от Сахары. «Движение и ритм» – так проходят занятия в американском летнем лагере «Эйли Кэмп». Здесь подросткам в большинстве своём афроамериканским посредством танца помогают развить лидерские качества. «Эйли Кэмп» был основан в 1989 году всемирно известным афроамериканским танцором и хореографом Алвином Эйли, который в том же году умер. «Я думаю, что подход в программе лагеря отличается от других. И его придумал сам Алвин Эйли. Он верил, что танец доступен всем, и что именно лагерь может дать возможность работать над собой». В дополнение к танцам детей обучают изобразительному искусству, писательскому мастерству и навыкам общения. Здесь также учат здоровому питанию, а ещё умению разрешать конфликты и становиться лидерами. Подобные лагеря работают в 10 штатах США. Программа рассчитана на 6 недель. Детей не просто учат танцевать, а помогают повысить самооценку. «Я хочу стать профессиональной танцовщицей, так что этот лагерь – платформа для роста и обретения силы. Если мне когда-нибудь понадобится помощь, я знаю, что могу приехать в Эйли Кэмп, потому что здесь всегда поддержат». Средства на лагеря поступают из частных источников. Благодаря им покрывают расходы на обучение, одежду, питание и экскурсии для детей. «Эйли Кэмп даёт подросткам шанс узнать, кто они, кем они хотят стать и как им этого добиться. Речь идёт о создании продуктивного молодого человека». В конце курса выберут 10 лучших участников. Они получат годовую стипендию на профессиональное обучение танцевальному искусству. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова